Здравствуйте, уважаемые зрители! Спешу представить нашу новую разработку продукт из растительного сырья российского происхождения, но изготовленный в полном соответствии с философией традиционной китайской медицины. Продукт нужный, востребованный и эффективный, а именно мягкое слабительное средство, это медовые постилки или пилюли с забавным названием «волшебная красота». В чем же их особенность? Прежде чем начнем детальный разбор, пару слов из теории традиционной китайской медицины, или ТКМ сокращенно. Рецепт нового продукта относится к группе рецептов, изгоняющей патогенное начало путем послабления. Се-ся-цзы. По ослаблениям стула из организма изгоняется через кишечник застойная пища, вода, жидкости инь, холод, некоторые виды полного жара, различные скопления в кишечнике. В основном данная группа используется для лечения внутренних полных синдромов по-китайски метод Ся-Фа. Причины, вызывающие внутренний полный синдром, могут быть различные. Это может быть жар, холод, сухость, скопление воды. Встречается и сочетание синдромов полноты и пустоты одновременно. Метод Ся-Фа в ТКМ разделяет на 4 вида. 4 вида послабления. Первое – это холодное послабление. Второе – теплое послабление. Увлажняющее послабление. И послабление с целью изгнания жидкости. Три из них мы сегодня опустим, но рассмотрим одно – увлажняющее послабление. Жунься. Этот метод, вернее рецепты этого метода, используют, когда нарушены процессы увлажнения и смазывания в кишечнике, то есть когда имеется сухость в кишечнике. Это может быть вызвано жаром, который истощил жидкости, пустота инь, пустота крови, возникающих после родов, при длительных хронических заболеваниях, при сильном истощении у пожилых людей. Рецепт хорош для истощенных людей, пожилых и после родов. Еще когда на фоне предыдущих полных синдромов, что перенес больной алкоголя, наркотиков, ранятся жидкости кишечника и возникает сухость кишечника, запоры. Основные ингредиенты увлажняющих слабительных – в основном семена, масляничные части растений. Их часто сочетают при пустоте инь с лекарствами, дающей инь, при пустоте крови с лекарствами, дающей кровь, при застое ци с лекарствами, двигающей ци. Во всех этих случаях послабление будет более физиологичным. Итак, сам рецепт постилок – волшебная красота. Это конопля пассивная, обработанное семя, обработанный корень ревеня пальчатолистного, обработанное семя абрикоса, плоды померанца, корень дудника, обработанный корень пиона белого и мед. Еще раз повторю, рецепт оригинальный, но за основу взяты классические рецепты ТКМ, такие как С возможностью применения отечественных трав. Если кратко описать действия продукта, то основное лекарство здесь, ядр конопли, Хо Ма Жэнь, они увлажняют кишечник, послабляют стул. Вспомогательное лекарство Чен Яо, это ревень, Дахуан, двигает стул, убирает жар, Пион, Бай Шао, питает инь, успокаивает средину, Абрикос, Син Жэнь, опускает ци, и увлажняет кишечник, Дудник, Дангуй, питает и успокаивает кровь, увлажняет кишечник, и продвигает стул. Есть еще водительское средство, или Шияо, это померанец Джиши, который опускается вниз, укрепляет, и дает силу для изгнания стула. Теперь более подробно. Итак, первый ингредиент рецепта конопля, это культурный вид, разрешенный хозяйственному и пищевому использованию. Замечательное растение, имеющее тысячелетнюю историю применения. Издавна возделывалось народами Китая, Монголии, Индии, а также с кифами, от которых культура конопли перешла к славянам, а затем другим народам Европы. В данное время культивируется во многих районах европейской части России и Южной Сибири. В рецепте она у нас главная, входит в подгруппу увлажняющие и слабительные. Хо-ма-жень, по-китайски конопля посемная. Это однолетнее травянистое растение семейство коноплевое. Мы используем обработанные и высушенные зрелые семена. Чао-хо-ма-жень. Вкус у них сладкий, характер нейтральный, имеют тропность к мердянам, селезенки и толстого кишечника. Свойства, которые интересуют нас сейчас, это увлажнение толстого кишечника, послабление стула и лечат они запор. Применяются семена при пустых атонических запорах у стариков, у женщин после родов, у истощенных больных, вследствие пустоты крови и жидкости. А также при запорах на фоне сухости толстого кишечника и слабой селезенки. То есть плохое пищеварение у людей умственного труда после и после родов. Так называемые привычные запоры. Помогает наше ненаркотическое конопле классический, пожалуй, самый известный слабительный ингредиент в ТКМ это ревень. Он относится под группе сильно послабляющих лекарств. В принципе, может использоваться и один, но тогда процесс послабления будет достаточно жестким, болезненным, не физиологичным. Дахон. Ревень пальчатолистный, можно использовать ревень лекарственные и некоторые другие виды. Это многолетнее травянистое растение семейство гречишное. Применяем корневище и корень высушенные. Не черешки листьев, как у нас принято многими дачниками использовать для варенья, а именно корни. Культивируется. Может выращиваться на садово-дачных и приусадебных участках. В первый год он образует розетки листьев. Массовое цветение ревеня наступает на третий год, когда проводится уборка его корней. В больших количествах выращиваются во многих провинциях Китая. Вкус у корней горький, характер холодный, тропность мердянам, селезенки, желудка, толстого кишечника, печени и сердца. По действию убирает скопление в животе через очищение кишечника, изгоняет жар, огонь, убирает яд, интоксикацию, двигает кровь, устраняет застой крови. Поэтому его применяют при запоре вследствие скопления пищи в кишечнике, при начальной стадии дизентерии, когда требуется сгнание сырости и жара из кишечника. Есть и другие сферы применения, но главное приложение для ингредиента – запор. Когда есть нагноение в толстом кишечнике, парапрактит, начинающийся аппендицит, например, ангина, маститы, застой крови в малом тазу, болезненные, месячные, нагноительные процессы с температурой и запорами. Третий ингредиент – куй синжэнь или просто синжэнь – это абрикос горький или в абрикосы обыкновенные некоторые другие виды, а именно ядрышки. Листопадное дерево семейства разноцветных. Широко культивируется в южной части Европейской России, посеместно культивируется во многих провинциях Китая, Средней Азии, Закавказья, Иране, Афганистане, Турции, странах Южной Европы, Северной Африки и Юго-Западной Азии. Используем для работы ядрышки семян. Вы, наверное, знаете, что ингредиент входит в подгруппу удаляющий кашель, успокаивающий астму, так как он является увлажняющим средством стропностью не только к меридиану легких, но и толстому кишечнику, поэтому в обработанном виде он присутствует в нашем рецепте и делает свое дело. Вкус у лекарства горький, характер слегка теплый, по действию увлажняет кишечник, послабляет стул. Используется, то есть, что нам интересно в контексте, при запоре, вследствие сухости кишечника, то есть он послабляет, нормализует движение ЦИ. Следующий вспомогательный ингредиент это дудник. Сырье входит в группу лекарства, добавляющие кровь. Но зачем он здесь? Дудник нужен, когда на фоне пустоты крови возможно развитие сухости кишечника. Тогда, когда у пациента появляется так называемый овечий кал. Дангуй. Оригинальное сырье, это дудник китайский, многолетнее травянистое растение семейства зонтничное. Используется корень, который по вкусу сладкий и острый, характер теплый, тропностью к мирьянам, печени, сердца и селезенки. Его действие добавляет кровь, двигает кровь, обезболивает, увлажняет кишечник. Применяется, как сказано, при запоре, при сухости кишечника на фоне пустоты крови. Другие применения мы сегодня не рассматриваем, но думаю, что многие знакомы с дудником по нашей продукции. Пятый по счету пион. Еще один градиент, питающий кровь, питающий инь, той жидкости тела. Байшау. Пион, белоцветковый. Многолетнее травянистое растение, семейство пионовое. С данных времен разводится в садах и парках средней и южной полосы и европейской части России, южной Сибири и на юге Дальнего Востока. Во многих провинциях Китая, европейских и азиатских странах, а также во многих странах Америки. Используем обработанные корни. Вкусом они горькие, кислые, характер слегка холодный, тропность у мерьяном печени и селезенки. По действию питают кровь, снижают гиперфункцию ян печени, питает печень, облегчает боль, то есть размягчает печень, собирает и закрепляет инь, не дает жидкостям инь покинуть тело, то есть является сторожем инь, обезболивает спазмы гладкой мускулатуры, прежде всего кишечники. Шестой ингредиент это цитрусовое растение с приятным ароматом. Но отнюдь не для запаха он здесь находится. Вы знаете, что многие цитрусовое растение, вернее лекарства на сырье из них, применяются для устранения застоев, рассасывания уплотнений. Поэтому померанец, а это он, из группы лекарств, двигающих ци, в рецепте необходим. Именно для адресного, мягкого, безболезного воздействия. Джишим, померанец, вечно зеленое дерево, семейство рутовое. Родина померанца Индия или Юго-Восточная Азия. В диком состоянии встречается редко. Выращивается на богатых и влажных почвах. Широко культивируется среди зеленоморских странах, во многих провинциях Китая и в других странах с субтропическим климатом. Берем в работу обработанные плоды растения Фучао-Джишим. Вкусом они горькие и острые, характером слегка холодные и тропностью мердианам селезенки, желудка и толстого кишечника. По действию двигают ци, устраняют скопление пищи, продвигают ее по кишечнику за счет нормализации моторной функции, изгоняют мокроту, удаляя чувство полноты и распирания. Применяют померанец при застое и скоплении пищи в животе, при запорах с болями, тенезмами, чувстве неполного опорождения кишечника, при опущениях и атонии желудка, при выпадении прямой кишки и матки. Итого мы рассмотрели 6 эффективных растительных ингредиентов из различных фармакологических групп делающих рецепт гармоничным и эффективным. Плюс идет еще один ингредиент это мед. Специальным образом обработанный пчелиный мед, который здесь не только форма и консервант, но и полноценный ингредиент. Фэнми мед пчелиный. Вкус у него, конечно, сладкий, характер нейтральный, а тропностью к мердянам это селезенки, легких, толстому кишечнику. По действию мед улучшает функцию кишечника, укрепляет средний обогреватель, увлажняет кишечник, послабляет стул. Поэтому он хорош при запорах вследствие сухости кишечника, особенно при хронических заболеваниях. В заключении о продукте в целом. Постилки медовые волшебная красота это натуральное, увлажняющее, послабляющее средство. Стимулирует работу кишечника, усиливает его перистатику, способствует мягкому упражнению кишечника, увлажняет кишечник, изгоняет жар, активизирует движения ци, послабляет стул, освобождая запор. Применяется при сухом запоре на фоне пустоты инжелудка и кишечника. Сиптомы Ощущение распирания в желудке и животе, наполненность и дискомфорт, стул отходит с трудом, сухой кал, мочи мало. Продукт применяют от 1 до 3 пластилок в день. Рекомендуется запивать теплой водой. Лучше применять вечером, конечно, когда не планируется куда-то выходить. И нужно учитывать, что препарат действует не моментально, а с некоторым периодом. И есть ограничения это беременным женщинам и при склонности к поносам. Используется препарат краткими курсами. Как вы поняли, получился гармоничный продукт для конкретного синдрома. Эффективный и мягкий, показанный таким группам пациентов, которым очень сложно подобрать нечто схожее по действию. На этом разрешите закончить сегодняшнюю лекцию. Всего вам хорошего и будьте здоровы! Продолжение следует...